Добрый день, добрый день наши маленькие и не совсем маленькие зрители. Сегодня мы вам представим музыкальную сказку Сергея Сергеевича Прокофьева «Петя и Волк». А вот вам вопрос. Знаете ли вы, чем отличается музыкальная сказка от простой сказки? Там музыка. Там музыка. Что? Там музыка. Мелодия. А откуда рождается мелодия? А музыка? Музыкальный инструмент. Абсолютно верно. В музыкальной сказке каждого персонажа представляет тот или иной музыкальный инструмент. В нашей сказке достаточно много персонажей. И чтобы нам с вами не запутаться, каждого персонажа будет представлять разный инструмент. Вот, например, у нас есть птичка. Кто у нас сегодня будет птичкой? Вы. Флейта. Сегодня флейта. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас также есть утка. Кто сегодня будет уткой? Вы. У вас инструмент какой? Гобой. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ П Ziploc intro АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вы знаете, вы даже когда играете, очень похоже на утку. Да. Кошка. У нас есть кошка. Кто будет кошкой? Вы. Кларнет? Пожалуйста. Осторожная кошка. Спасибо. Спасибо большое. Но помимо животных есть, естественно, и люди. Дедушка. У нас есть дедушка. Это вы, да? У вас инструмент фагот. Пожалуйста, дедушку нам представьте. Дедушка. Серьезный, дедушка. Серьезный. Спасибо. Волк. Самый главный злодей. Представляет нам Дрио Болторн. Спасибо. У нас есть еще и неодушевленные герои. Это выстрелы. Звуки выстрелов охотничьих представляют нам Литавры и Большой Барабан. Спасибо. Всех назвал, да? Кроме главного героя, правильно? Нет, не всех? Кого еще забыл? Всех. Всех, всех. И остается у нас, конечно, Петя. Петра представляет все струнные инструменты. Спасибо. Но я предполагаю, что без вашего участия в сказке у нас не получится серьезного разговора, поэтому я очень надеюсь и жду от вас участия. Для этого я предлагаю вам вот разделиться ровно наполовину. Вот эта часть, в определенный момент, я покажу, подам знак, будет у нас изображать кошку. Кошечку, маленького котенка. Вы можете кота. Да, можете кота. Совершенно запросто. А вот эта часть зрительного зала будет у нас птичка. Сами придумайте раскраску, сами придумайте ее размеры, да? Вы будете птичками. Я дам вам знак, и вы, пожалуйста, превратитесь. Кто в кошечку, котенка, кота, да? А кто в птичку. И, конечно же, никакая сказка не обойдется без сказочника. Я прошу, встречайте главного сказочника. Сейчас я отрублю его. АПЛОДИСМЕНТЫ Рано утром пионер Петя открыл калитку и вышел на большую зеленую лужайку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На высоком дереве сидела Петина, знакомая птичка. Все вокруг спокойно, весело зачирикала она. КОНЕЦ Оказалась утка. Она обрадовалась, что Петя не закрыл калитку и решила выкупаться в глубокой луже на лужайке. КОНЕЦ КОНЕЦ Увидев утку, птичка слетела на траву, села рядом с уткой и пожала плечами. КОНЕЦ Какая же ты птица, если летать не умеешь? спросила она. На что утка ответила, а какая же ты птица, если плавать не умеешь? И плюхнулась в лужу. КОНЕЦ КОНЕЦ Они еще долго спорили, утка плавая по луже, птичка прыгая по берегу. КОНЕЦ Вдруг Петя насторожился. Он заметил, что по траве крадется... КОНЕЦ 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 Кошка подумала, птичка занята спором, сейчас я ее сцапаю. И не слышно на бархатных лапках подбиралась к ней. КОНЕЦ Берегись! КОНЕЦ Крикнул Петя, и птичка мигом вспорхнула на дерево. КОНЕЦ КОНЕЦ А утка с середины своей лужи КОНЕЦ Сердито закрякала на кошку. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Кошка быстро полезла на дерево. Утка закрякала и бросилась вон из лужи. Но как она не старалась, а волк бежал быстрее. Вот он ближе, ближе, вот он нагнал ее, схватил и проглотил. КОНЕЦ Теперь картина была такая. Кошка сидела на одной ветке. КОНЕЦ Птичка на другой. КОНЕЦ А волк ходил вокруг дерева и смотрел на них жадными глазами. КОНЕЦ КОНЕЦ Между тем пионер Петя, который остался стоять за запертой калиткой и видел все происходящее, нисколечко не испугался. КОНЕЦ Он побежал домой. КОНЕЦ Взял огромную толстую веревку и забрался на высокий каменный забор. Одна из веток дерева, вокруг которого ходил волк, простиралась к этому забору. И, ухватившись за нее, Петя ловко перебрался на дерево. Петя сказал птичке, лети вниз и кружись вокруг морды волка. Только осторожнее, чтобы он тебя не сцапал. ПЕСНЯ Птичка почти задевала крыльями морду волка, и волк сердито прыгал за ней во все стороны. ПЕСНЯ Ах, как птичка раздражала волка, как он хотел схватить ее, но птичка была ловкая. И волк ничего не мог с ней поделать. Петя же, сделав на веревке петлю, осторожно спустил ее вниз. ПЕСНЯ Накинул волку на хвост и затянул. ПЕСНЯ Волк почувствовал, что его поймали и в бешенстве стал прыгать, стараясь вырваться. ПЕСНЯ 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 Но пионер Петя привязал другой конец веревки к дереву. ПЕСНЯ От прыжков волка петля только туже затягивалась на его хвосте. ПЕСНЯ 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 В это время... И из лесу показались охотники. Они шли по следам волка. Охотники стреляли из ружей. Охотники стреляли из ружей. Но пионер Петя сказал с дерева. Товарищи охотники, не стоит стрелять. Мы с товарищем птичкой уже поймали волка. Помогите отвезти его в зоологический сад. Охотники стреляли из ружей. И вот представьте себе торжественное шествие. Впереди шел Петя. Охотники стреляли из ружей. Охотники стреляли из ружей. Охотники стреляли из ружей. Волка. Охотники стреляли из ружей. Охотники стреляли из ружей. Зачем Dieu. Позади шел дедушка с кошкой. Позади шел дедушка с кошкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А если прислушаться внимательно, то слышно было, как в животе у волка крякала утка, потому что он так торопился, что проглотил ее живьем. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.